Здравствуйте, дамы и господа! Самое ржачное со вчерашнего, предыдущего видео, то, что айпад я продал на следующий день. Я долго сомневался, все две недели меня мучил этот вопрос, не зря я и потратил деньги. И когда мне удалось его продать на условные тысячу-две дороже, этот, скажем так, решило весь вопрос. Но, но, некоторое количество наблюдений уже после того, как у вас, скажем так, лестничным умом вы лишились железки, и у вас есть что-то сказать, когда вы по аналогии с женщиной, а вы недоговорили. Так вот, смотрите, главный вопрос, который у меня был, зачем это нужно? За эти деньги, как я понял, для меня в железке я буду ковыряться еще, ну, где-то месяц-два. Месяц-два, как говорятся, чтобы полностью понять, разобраться, как всем работать. Потому что на освоение вот этих всех жестов, трех пальцев, четырех пальцев, свайпы там влево-вправо, на это все понадобится время, время вот мне лень. Лень, честно говоря, лень и жалко вот этого времени, которое там происходит. Потому что на то, чтобы изучить все эти жесты и мануалы, вам, опять же, нужно будет время. И получается так, что за две недели и с этого времени, пока у меня айпад был, рабочих смен у меня было четыре суточных, после этого ты не особо с ним поковыряешься, желаний нет. Получается, у тебя остается 10 дней на знакомство с айпэдом. Стилус я взял за неделю до этого, у тебя остается где-то 4-5 дней на знакомство с стилусом. И у меня только-только начали появляться программы, которые позволили мне изучить то, как работает стилус. Только-только у меня закончилось время, вот пока я подключил iCloud, пока я накачал старые программы, новые, понял, как они работают, тормозят, не тормозят. Мне все вот эти две недели мучил вопрос, насколько мне его хватит. Сейчас меня снимает, кстати, восьмой айфон, то есть это первый байоник 2015 года. И вроде бы казалось, всего на год старше, вернее моложе, чем 10X Fusion, на котором вот этот вот шестой айпад, собственно, и сделал. Он, конечно, более разогнанный, более сильный, чем просто седьмые, седьмые плюс айфоны, как по традиции для айпэдов компания Apple делает. Но все-таки, если сравнивать с тем же уже восьмым айпэдом, не седьмой, потому что это то же самое, что шестой, только с большим экраном, то там уже практически двукратное увеличение производительности. Девятый это еще процентов 30 по сравнению с восьмым. И я понял, что вот это вот время, пока я буду налаживать, понимать, насколько мне это надо, у меня вот срок жизни этого устройства для меня комфортный. не видеть, как он тормозит, подтормаживает. Это вот этот год, в 2023, был бы. Поэтому, когда у меня появилась возможность его продать даже чуть дороже, я его практически с чистой совестью продал, потому что даже вот этот восьмой айфон, видно, что он в том же самом аймуви, то же самое компания Apple ворочит тот же самый ролик быстрее. Чуть-чуть побыстрее, да, чуть-чуть быстрее тут, и лучше купить все-таки 12-й баюник и старший, потому что когда я начал загружать все программы, какие я смог найти бесплатно, или смотреть те программы, которые понадобятся, когда придется вкладываться в это приложение, вот то же самое вышедшее приложение DaVinci, типа для цвета ковера на iPad, оно уже имеет ограничения в виде 12-го баюника. То есть чисто формально, пока Apple тянет вот эти вот 10X Fusion, тем более на них только чуть разогнанные есть порожки там старых годов, то есть она будет держать их достаточно. По-моему, iOS 17 они еще подержат, а дальше, короче, начнут их отстреливать просто потому, что уже минимум 5 лет прошло. Поэтому с моей точки зрения iPad пока я вот не нашел за эти 2 недели те возможности, которые он мне дает по сравнению с iPhone или с MacBook. То есть ты пару раз катался с ним на работу. Когда ты едешь в общественном транспорте с утра на работу, ты iPad доставать не будешь, потому что, во-первых, ты хочешь спать, ты только что проснулся, во-вторых, ты либо килька в бочке едешь, у тебя просто нету пространства вокруг, чтобы достать iPad, прислониться к какой-то стенке и читать с него новости и смотреть видео. Ты, чисто говоря, не хочешь. На работе, как по залу во имя, мне заниматься что-то смотреть с iPad тупо некогда. То время, которое есть на отдых, я лучше посплю или поем, лучше посплю даже. И получается, ты час-полтора-два, предположим, даже едешь с iPad на работу, ты им не пользуешься. Сутки, суточная смена, ты им тоже не пользуешься. Едешь с работы в течение двух часов, да, тут ты уже можешь iPad достать, все отлично, красиво. Но, опять же, в одну из смен я достаю iPad, а там такая-то рещинка пошла. Хорошо, что она пошла по защитному стеклу, которое было куплено вместе с iPad, а то можно было немного обделаться. Это все хорошо. То есть время, в рабочее время, я для себя, для iPad не нашел. Не знаю, какой-нибудь там офисный клерк или студент, может быть, для него было бы удобнее с работы на работу или как-нибудь там в машине посмотреть. Мне это дело не пошло. И, опять же, производительность. Та скорость, с которой iMovie выводит ролик на iPhone 8, на 64 гига всего, оно ощутимо быстрее, чем делает этот iPad. То есть, а дальше это будет только усугубляться, тем более программы уже начинают немного его отстреливать. Появились программные, скажем так, аппаратные проблемы, которые я не мог посмотреть, и они были, и о них никто не рассказывал. Например, iPad как-то перестал нормально грузить одно время фильмы больше, чем 3 гига. То есть, если они куплены в iTunes, это все нормально, там загружает на свое внутреннее устройство память все эти 5-6 гигов, там, по-моему, максимум 3,5 гигабайта, если фильмы такие большие, типа, Властелин на колец. А если iVie или Кинопоиск, ставишь максимальное качество, планшет у тебя находится под роутером, 5 гигагерц, все нормально, не грузит. Уменьшаешь качество, фильм уменьшается по объему с 2,5 гигов или там 3,5-4 до 2, максимум 3, отлично все качается, грузится, скачивается. iVie, Кинопоиск, еще какой-то там кинотеатр был. У всех одна и та же проблема. С чем она связана, не знаю. Какие еще проблемы, минусы появились? Это iDrop. Вот, я сейчас снимаю, и до этого снял видео про муви на iPhone. 60 кадров, 4К, вот просто, чтобы побаловаться, посмотреть, как на это выйдет. Файлик вышел в 8 гигов. iDrop, Bluetooth, iPhone, iPad рядом лежат, лежат под роутером, файлик не передается. Ну, то есть, iDrop не работает. Один раз не работает, второй раз не работает, день не работает. В итоге, пришлось ставить дополнительную софтину, чтобы перекинуть по воздуху 8 гигов, снятые с iPhone на iPad. Почему это не работает на видео, снятое на iPhone, перекинутое на iPad? Понятия не имею. Сработало, потом сработало. Через два дня, когда я уже отчаялся и загрузил видео на iMovie другим способом. И то, костыли, другое приложение, регистрируйся, ставь одинаковые программы на iPhone, на iPad, встроенный способ передачи данных не работает. Переходника у меня нет. Тем более, на iPad не было USB Type-C, а переходник отдельно покупать чтобы посмотреть, будет ли работать. Как-то не хочется. Поэтому минус вылез. Следующий минус вылез, когда ты смонтировал. Предположим, просто нужно обрезать видео в iMovie сначала с конца регистрации. Давление шумов не нашел. Соответственно, нужен ли, как он там, промоушен. Оно платное, стоит 2,5 тысячи. Покупать дополнительный софт, чтобы посмотреть, ну такое. вывел это видео через iMovie, 4K, все нормально, лежит в библиотеке. Его нужно что? Загрузить на YouTube. Но встроенное приложение YouTube для iPad загружает это видео точно так же, как просматривает, только в Full HD. Ну, нет вот там такой функции. То есть, ты снимаешь видео в 4K 60 FPS, обрабатываешь его в iMovie компании Apple. Даже микрофон не выдержал. В iMovie компании Apple, а на iPad ты его можешь загрузить через YouTube. Только 60, ну, 1080 60 FPS. Все. То есть, мне нужно дополнительные какие-то костыли искать, загружать в Safari в режиме планшета, в режиме десктопа, и там загружать ролик в 4K. В итоге, я тупо плюнул, достал 10-летний MacBook IT, на котором он мне до сих пор живой, закинул туда же, в ту же самую iMovie, загрузил, там чуть-чуть обрезал, и он у меня выводился на MacBook 10-летней давности, ну, по-моему, видео, вот эти 15-минутные часа 2 с половиной. То есть, MacBook горелся, пыхтел, ему было тяжело, но он его хотя бы вывел, и я смог его потом загрузить. Почему у нас есть такое ограничение, что нельзя загрузить через YouTube видео в 4K, непонятно. Да, там эти блогеры, которые я потом нашел, нашли все эти обходные пути, они меняют десктопный режим в Safari, там Google Chrome его загружают. Костыли. Костыли, и это только те костыли, которые полезли вот за первые 2 недели, пока я вообще понимал, что это такое, как она работает. Поэтому с AirDrop плохо. Что еще у нас такое интересное оказалось? Положительным плюсом, ну, скажем так, хорошей новостью, впечатлением оказалось, это то, количество жестов, которые Apple потребила и развила для работы в своей системе. То есть, редактирование текста с помощью свайпов, которые перетекли с Apple трекпада, вот этого, с MacOSI и те жесты, которые Apple сама же впервые ввела, там, начиная с MacBook Air первого поколения, они были благополучно развиты, и за этим приятно наблюдать, это отлично работает, но этому надо учиться. Это прекрасно, то есть, как это не развито было на винде, до сих пор, даже если купить внешний трекпад, этого всего нет. И вот следующие проблемы, которые вылезли, они же связаны не столько с iPhone и iPad, то есть, формально они поддерживают iOS 16, Mac, который поддерживает более-менее старые там фишки, то есть, он хэштеги, например, в заметках не поддерживает, но синхронизация какая-никакая есть. Кстати, синхронизация в Читинских залах iFoto в фото нет, потому что MacOS Catalina и железо 2012 года в виде MacBook это слишком старая компания Apple считается. И вот смотрите, вы покупаете место в iCloud, потому что ну, место, 5 гигов, которые были, iPhone, iPad начинает говорить, им не хватает места для бэкапа. Понять, какого места им не хватает, сразу нельзя, потому что ты лезешь в настройки, смотришь, где там бэкап, чего-то не хватает, ладно, исключаешь там библиотеку, фонотеку, еще что-то, исключаешь какие-то программы, которые заново поставились, и естественно, они автоматом включают бэкап в iCloud, получалось так, что у вас 10 гигабайт фото библиотеки, которая у вас есть на iPhone, ушло туда, в iCloud, и еще по 700-800 до гигабайта это записи бэкапа, которые я потом, исключив ненужное, сделал для iPhone и iPad, то есть у вас 700-800 мегабайт всего лишь занимает бэкап iPhone, и 700-800 мегабайт занимает бэкап iPad, это еще я только поставил программы, я их только поставил основные программы, то есть там сохранять кэш в iCloud того же Telegram или YouTube Facebook особо не нужно, но каждый раз, когда он устанавливается такое приложение, оно каждый раз по умолчанию делает бэкап полностью в iCloud, и если ты например подключаешь там то же самое другое устройство родственника у меня там например у мати оказалась общая библиотека вот это iCloud место и ватсап занимает 25 гигов короче всего видео которое у меня там было начиная с 2018 года я там в шоке вообще и получается так, что ты снял ролик на iMovie про Movie загрузил его на iPad вернее на iPhone пришел домой хочешь его скидывать на iPad мучаешься 2 часа понимаешь что AirDrop не работает скидывать видео не работает а потом тебе iPhone и iPad выдадывают сообщение что у вас кончилось место на iCloud вам нужно докупить место как оно могло кончиться а потому что вы сняли видео на ProMovie и видео ушло куда в библиотеку а в библиотеке она автоматом что синхронизируется через iCloud то есть оно занимает место в облаке может быть поэтому AirDrop не работал я не знаю может потому что оно кайворуко сделано может потому что приложение на устройствах старых разных поколений по разному работает может у меня там что-то было с сетью не знаю может какая-нибудь Яндекс Лампочка долбилась на 2.4 ГГц не могла мешала передачи AirDrop не знаю и с этим проблема и получается так что чем дольше ты начинаешь вот этим всем раскапываться выскакивает ворв проблем которые собственно меня и спугнул то есть мало того что у тебя вот эти вот программные фишки программы которые ты скачиваешь они только начинают устанавливаться у тебя тут же начинают первичные баги выскакивать которые нужны на их исправление еще во имя то есть тебе нужно по-хорошему софт там тысячи две три на каждое приложение то есть фото и видео две с половиной на Procreate по-моему называется чтобы работало на айфоне на айпаде ты с него монтировал еще там какой-нибудь фотошоп тоже тысячи полтора рублей в итоге софта выйдет тысяч на пять вкладывать тысяч пять в устройство которое ты как-то непонятно как будешь задействовать ну такое по-моему пришла мне мысль в голову что лучше его слить минимум за те же самые 15 тысяч за которые ты его купил продать макбук и вот у тебя уже получается чисто формально там от третьей до половины суммы которая тебе нужна для покупки макбука на м1 а это уже другой калинкор тем более добавив еще десятку то есть с 15 это за 25 можно взять опять же говорю ipad 8 на 128 он будет в три раза ну в два раза минимум быстрее чем этой поддерживать все функции поэтому вот так вот у меня как-то вышло удивительно быстро я его скинул и следующая проблема которая выскочила уже с экосистемой apple она связана с тем что начала отваливаться экосистема андроида то есть у меня все записи какие были они в черновике идут обсиди обсиди через дропбокс естественно обсидиан который был поглощен на айпаде на айфоне айфоне заметками потому что им неудобно он через дропбокс не синхронизируется он синхронизируется через iCloud либо через свое встроенное там обсидиан облако не знаю платное или нет разбираться не захотелось и получается так что либо вы опять полностью перешагиваете перетягиваетесь в экосистему apple и покупаете айфоны айпады макбуки актуальных версий и живете счастливо там либо мучаетесь прыгая между виндой маком андроидом и айфоном и вот это тоже начало чуть-чуть отпугивать поэтому разворачиваться скажем так в долгую на уже не совсем актуальном железе устройстве покупать туда всякие ништяки тоже как-то было не очень интересно и собственно поэтому я айпад собственно и продал сейчас полазим посмотрим что же у нас там было в заготовках вот и кстати читая я все это через google docs не через заметки потому что айпэда у меня нету второго айфэна айпэда у меня нету айфона а заметки синхронизируются только сайди apple компании apple и устройств компании apple кстати видео youtube тоже в 4к нельзя посмотреть на айпаде тоже висели и вот эта вот мультисистемность мультикрасплатформенность тоже как-то начинает немного пугать подбеживать то есть если ты золочен на компанию и получать все отлично как только у тебя добавляется куча андроидов ну не куча одно и там виндовый ноутбук тебе уже посложнее дальше будет видео про айфон восьмой тоже такой телефон который куплен был взамен андроида потому что мне нужен был второй андроид для работы маленький какой-нибудь и оказалось так что купить 5 дюймовый 5,5 дюймовый андроид в настоящее время практически невозможно дешевле было купить был айфон на 8 гигов на 64 гига восьмой айфон за 9 тысяч рублей и вот он у меня счастливо работает по-моему с октября сентября в качестве резервного дополнительного телефона в качестве видео телефона телефона для съемки видео он вообще занимает первое место потому что пока фон это конечно хорошо но если ты монтируешь видео на макбуке на айпаде на айфоне то тебе лучше и снимать это в кодеке который поддерживает айфон айпад и макбук потому что я даже боюсь предположить сколько бы монтировало видео 4к 60 фпс аймуви снятая на кодек который выдает тот же самый покафон кстати покафон снимает 4к видео 30 фпс даже в сторонних по моему приложениях хотя это телефон 2020 года айфон 8 был выпущен в 2017 все-таки это флагман хоть и не такой аспиринный как айфон 10 подписывайтесь